Добрый день, друзья! Хотел вам рассказать о проблеме такой, когда коснулось давно-давно у меня, где-то, наверное, лет 10 назад я сорвал спину, у меня было смещение позвонков, защемление нерва, и в течение года я, наверное, лечился, делал всякие упражнения, делали всякие-всякие возможные... лечебные манипуляции, вот для того, что надрезы делали с кровоспусканием, еще там всякие ультразвуковые, массажи, ничего не помогало. Ну, ей как-то свела меня судьба с человеком, с таким, ну, достаточно, наверное, неординарным, который меня поставил на ноги, вылечил мне спину путем растяжения позвоночника. И она показала мне различные упражнения, которые я периодически делаю. Хотя надо постоянно их делать, ну, я периодически их делаю. Когда что-то в спине начинает, что-то непонятное такое чувствую, где-то передавливает, или еще какой-то дискомфорт, вот делаю. Вот я покажу несколько упражнений, которые советую вам делать. Тем, кто уже имеет боли в позвоночнике, боли в пояснице, достаточно очень хорошее упражнение, многие очень врачи рекомендуют. Это упражнение на растяжение позвоночника, наружу у него, получается, фасы внутренних, боковых, ну, вот, вот и все. Буду показывать вам упражнение и немножко объясню. Ну, первое упражнение называется «Кошка». Вы, наверное, видели всегда, что, как кошки выгибают в спину. Первое – это положение на четвереньках. Прогибаем поясницу до положения того, чтобы было уже достаточно больно. И задерживаем в этом положении всего от пяти до десяти. Дальше идем в обратную сторону. Сгорбившись, мы вытягиваем спину вверх, растягиваем позвоночник вверх. И также задерживаем на пять-десять секунд. Вот это было первое упражнение. Опять же, вниз, задержались. Жопу отвесим, он как-то назад. В плечах мы никуда не двигаемся, прогибаем поясницу. Держиваем. И прогибаем поясницу вверх. Выгибаемся, как кошка. Так же, только прогибаем поясницу, задерживаемся. Это было первое упражнение. Следующее упражнение. Получается, ложимся на спину. Ложимся на спину, вытягиваемся. И подтягиваем колени и груди. Сначала одно колено. И обхватываем колено руками. И прижимаем к другим. Вторую ногу мы прижимаем к полу. И так же подтянули, задержали на пять-десять секунд. И так же делаем второй ногой. Берем ногу, обхватываем руками. Подтягиваем к груди. Вторая нога лежит у нас. Подтягиваем. И дышим, дышим. Дышим, вдыхание ровно и задерживаем. Ногу подтягиваем. Пять-десять секунд. И так же медленно опускаем. Так же, это же упражнение, только теперь с двумя ногами. Берем, подтягиваем. И получается, что поясница у нас была с гормышей. И подбородком достаем колени. Задерживаемся на пять-десять секунд. Недленно опускаем. Это второе было упражнение. Следующее упражнение. Это мы растягивали, получается, наружный сам позвоночник. Вот как получается, как палец. Растягивали наружные, как там, пасы или позвонки. Вот где-то, если у кого-то защемление или что-то потянули. Теперь ложимся так же на спеву. И нам нужно принять положение, как в форме креста. И одной ногой мы должны коснуться противоположной стороны. Но не отрывая плеча и руки от другой стороны. Получается вот так. Насколько возможно. Чуть-чуть будет, конечно, отрываться, но... У кого растяжка лучше, будет получаться лучше, чем у меня. И опять же, вот так вот. Вторая нога мы держим. Не отрываем. Задерживаемся на пять-десять секунд. Задерживаемся на пять-десять секунд. Возвращаемся в сложное положение. Медленно. И опять на другую сторону. Возвращаемся в сложное положение. Медленно. И опять на другую сторону. Двое. Плеснятия. Позвоночник растягивается. И медленно опускаемся О, хорошее упражнение Это было третье упражнение Четвертое упражнение называется «Лодочка» Ожимается на живот Вытягиваем руки, ноги И получается, и должны оторвать И должны оторвать тело Верхний участок и нижний оторвать И оказаться, получается, точкой соприкосновения с пулом Это вот это место Достаточно не напрягаем вниз спины И вот оторвались На 5-10 секунд задержались Держимся Опускаем И так же Еще у нас очень сделали Есть много упражнений Кстати, я видел не только эти упражнения Вот эти основные упражнения я делаю Но еще, кроме того, обязательно нужно растягиваться на турнике Есть еще упражнений, кстати, без йоги Вот они Они тело тоже Получается, позвоночник растягивает вот таким образом Вот Ставят ногу за другую ногу И И Оттягиваем туда Тело Вот так Хорошо Прямо чувствую растяжение Хотя Я Ни в коем месте не растянутый Тем более со своим проблемами коленом Вот так же берем Тягиваем Как можно чуть подальше До До Растяжения Растянули Растяжали И Не забываем Обязательно Проблемы со спиной возникают часто Особенно те, кто занимается железом Вот я Сам по себе знаю, что Как только на веса сходишь Ну, сходишь в смысле Веса больше сотни поподымаешь То начинают какие-то Нет-нет Проблемки Потому что У нас Дурость человеческая есть Это Как Сегодня пришел на тренировку А у тебя все прет и прет И ты прям не чувствуешь весов Ну и соответственно Ты поднимаешь 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 веса И не чувствуешь Жир Ну и От дурости этой возникает странно Нужно Ну Подходить Рационально И Культурно У меня Батя Мой живой был Он мне как говорил Я еще занимался железом И боксом занимался Железом Он говорит Культуризм От слова не от того Что ты веса Поднимаешь И рвешь там Культурно Подходить К строительству тела Вот так вот Старые люди Плохого не посоветуют Ну вот Немножко я Ознакомил С упражнениями Так что Занимайтесь Растягивайтесь Про позвоночник И не забывайте Позвоночник И это Самое Самое у нас Серьезное Одно из самых Серьезных То что без позвоночника Я помню Я в год не занимался Так что Давайте друзья Культурно Подходим Все Подписываемся На мой канал Не забываем Канал Спортивный Дед Все Всем пока Счастливо